Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Бакаджанский Интаев указом главы государства назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан. От должности государственного секретаря он освобожден. На эту должность назначен Марат Тажин. Ранее он работал первым заместителем руководителя администрации президента. Мурат Нуртлиов освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Финляндской республике и в Эстонской по совместительству. Он стал помощником президента. Бывший руководитель администрации президента Осет Исикешев переходит на другую работу. От занимаемой должности он также освобожден. Президент Казахстана Касым Жумар Токаев сегодня встретился с председателем агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Олег Шпикбаев проинформировал главу государства о текущей деятельности ведомства по борьбе с коррупционными проявлениями в госорганах и ходе реформирования системы оплаты труда государственных служащих. По итогам встречи Касым Жумар Токаев дал ряд конкретных поручений. О ходе модернизации судебной системы и исполнении задач в рамках реализации плана нации 100 конкретных шагов доложил президенту председатель Верховного Суда Жакип Асанов. Глава государства поручил продолжить эту работу, а также обеспечить эффективную реализацию мер, направленных на повышение доверия населения к судебной власти. И еще одна встреча прошла сегодня в аккорде с председателем правления акционерного общества Самру Казына. Ахмеджан Есимов представил президенту Казахстана отчет об итогах деятельности общества за два месяца текущего года и информацию о планах в рамках реализации стратегии развития фонда. Кроме того, глава государства был проинформирован о процессе вывода компании акционерного общества на IPO и приватизации активов фонда. В завершении Касым Жумар Токаев дал ряд конкретных поручений. В адрес Нурсултана Назарбаева поступают телеграммы и письма от действующих и бывших глав государства, а также руководителей международных организаций по случаю сложения им полномочий президента Республики Казахстан. Си Цзиньпинь, председатель Китайской Народной Республики, в своем письме отмечает историческую роль первого президента в установлении всестороннего китайско-казахстанского стратегического партнерства. Цитирую. Вы основатель Казахстана и лидер нации, пользующийся поддержкой всего народа Казахстана. За 30 лет под вашим руководством народ Казахстана, преодолевая неимоверные трудности, создал независимую, демократичную, процветающую, богатую и сильную республику Казахстан. Я уверен, что Казахстан по-прежнему будет поступательно развиваться в соответствии с определенным вами политическим курсом, достигая новых успехов. Конец цитаты. Высоко ценят вклад первого президента в установлении и развитии прочных двусторонних отношений и в Соединенных Штатах. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Король Бельгии Филипп, отмечая исторические заслуги Нурсултана Назарбаева, высказал в адрес лидера нации Республики Казахстан свои теплые пожелания. Цитата. Я всегда ценил содержательность наших встреч, в ходе которых я лично видел вашу приверженность всестороннему развитию Казахстана. Я надеюсь, что дружба, сложившаяся между нашими странами во время вашего президентства, будет и дальше укрепляться, говорится в Телеграме. Сообщается, что первый президент Республики Казахстан внимательно ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и благодарит авторов за теплые поздравления и добрые пожелания. Со всего мира продолжают поступать телеграммы и поздравления в адрес Касым Жомар Токаева в связи со вступлением в должность президента Республики Казахстан. Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, высоко оценивая совместную работу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, отметил, что с нетерпением ожидает таких же продуктивных отношений с Касым Жомаром Токаевым. Цитата. Мы добились больших успехов в отношениях между нашими странами, и я рад, что они продолжают развиваться. С воодушевлением слежу за тем, как американский народ и бизнес продолжают искать новые направления для развития экономического сотрудничества с Казахстаном. Конец цитаты. Поздравительные телеграммы и письма Касым Жомарту Токаеву также направили король Бельгии Филипп, президенты Федеративной Республики Германия, Итальянской Республики, Венгрии и Украины. Антонио Гуттериш, генеральный секретарь ООН, отмечает, что воодушевлен тем, что близкий к системе организации человек назначен на такой высокий пост. Цитирую. «С нетерпением ожидаю начала тесного сотрудничества с вами, в том числе и в рамках деятельности регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, которые вы лично помогали создать, будучи министром иностранных дел. Надеюсь, что Казахстан сохранит свою роль активного сторонника целей устойчивого развития, в том числе ради процветания народов Казахстана и Центральной Азии», говорится в поздравительном письме. Коллеги Касымжомар Токаева, работавшие с ним в Организации Объединенных Наций, поздравляют его со вступлением в должность президента Казахстана. Они отмечают, что он многое сделал для реализации многовекторной внешней политики, разработанной под руководством первого президента. Напомню, в марте 2011 года генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Гимун назначил Касымжомар Токаева своим заместителем, генеральным директором отделения ООН в Женере. Я хотел бы поздравить Касымжомар Токаева с его назначением на столь высокую должность. Он хорошо известен не только в Казахстане, но и во всем мире, как очень опытные дипломаты и государственные деятели. Он много сделал для реализации многовекторной внешней политики Казахстана, которая была разработана под руководством первого президента Елбасы Нурсултана Абишча Назарбаева. Мы Казахстану очень ценим за его многочисленные инициативы, за членство в Совете Безопасности, за многие активные действия на Генеральной Ассамблее ООН. Ну и воспользовавшись случаем, я, конечно, хотел бы поздравить всех казахстанцев с замечательным праздником Наврузом, который в эти дни, как вы знаете, празднуется во всем мире. И к другим темам. Второй тур отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года стартовал встреча России и Казахстана проходит на стадионе Астана-Арена. Поболеть за нашу команду пришел и президент Касымжомар Токаев. Отмечу, это первый официальный матч между сборными наших стран. Обе команды, по словам нашего корреспондента Морал Аманжоловой, которая сейчас находится на месте событий и уже присоединилась к нам в эфир, вышли с разным настроением. Если хозяева поля в первом туре квалификационного раунда чемпионата Европы одержали сокрушительную победу над Шотландией, то подопечные Станислава Черчесова потерпели поражение в Бельгии со счетом 1-3. Морал, добрый вечер. Как вы считаете, какой игры нам сегодня ожидать? Добрый вечер, Сергей. Каким будет сегодня матч, я судить не берусь, но то, что игра будет сверх принципиальная, это уж точно. Во-первых, нынешний главный тренер сборной Казахстана Михаил Билик как-то проиграл россиянам и, скорее всего, хочет взять реванш. А российским футболистам после неудачного старта необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками, поэтому их не устроит даже ничья. Они стремятся только к победе. Кстати, после проигрыша в Брюсселе нападающий сборной России Артем Дзюба сказал, что в составе сборной Бельгии есть Эден Азар. К сожалению, в нашей, то есть в российской команде, такого игрока нет. Но, тем не менее, и в их составе очень много хороших игроков. Хотя, как не любит это слово черчесов, стоит подчеркнуть, что все-таки проблем у российской команды хватает. Особенно это касается центральной зоны. Далер Кузяев получил травму, Роман Зобнин покинул расположение сборной, а также из-за дисквалификации не выйдет на поле Александр Головин. Это огромная потеря, и как залатать дыры, это уже головная боль Станислава Черчесова. А у сборных Казахстана особых проблем нет, так что желаем нашей команде только позитивной игры, отличного результата и достойного выступления. Сергей, вам слово. Морал, я бы сказал, желаем именно им победы. Спасибо. Со стадиона Астана-Арена, где сегодня сыграют сборные Казахстана и России, была моя коллега Морал Аманжолова. Жамбулские педагоги поддерживают переименование столицы в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Они отмечают, что присвоение имен выдающихся исторических личностей городам и областям существует в мировой и казахстанской практике. А поскольку лидер нации внес большой вклад в становление и развитие независимого государства, это прежде всего дань уважения народа к первому президенту. Заслуги первого президента Нурсултана Назарбаева в становлении государства неоценимы. Благодаря правильной и мудрой политике наша страна узнаваема на международной арене. Поэтому переименование столицы – это благодарность первому президенту за его кропотливый труд. Переименование городов в честь известных личностей широко применяется в мировой практике. Например, много городов можно отметить в Америке. Самый известный – это столичный Вашингтон, названный в честь первого президента США Джорджа Вашингтона. Поэтому переименование столицы Казахстана в честь лидера нации считаю своевременным решением. Столица стала диалоговой площадкой важных мировых саммитов. Здесь решали вопросы урегулирования сложных геополитических конфликтов. Инициатором мирных переговоров всегда выступал первый президент Казахстана. Признавая заслуги Нурсултана Назарбаева, партийцы поддерживают решение о переименовании главного города страны. Решение принято законно, согласно нашей конституции. И мы, казахстанцы, признавая сегодня заслуги Ельбасы, должны поддержать эту инициативу. Это хорошая, положительная мировая практика. Наш Ельбасы неоднократно доказал всему народу свой патриотизм, свою любовь к своей стране, к своему народу. И это его заслуга. Сегодня стабильное, молодое, развивающееся государство, показавшее себя на мировой арене. Нашу столицу знает во всем мире, уважает. И это заслуга Ельбасы. Переименовать городу Степи, Великой Степи, Астану, мое мнение, это правильно. Астана останется Астаной. Она будет в столице. А имя у нее будет Нурсултан. Кустанайские производители за последний год увеличили экспорт продукции почти на 62%. Вырос и список потребителей отечественных товаров. Зерно, мука, макароны и кондитерские изделия поставляют по всему миру. Поддержка со стороны государства открыла новые рынки и возможности для развития. Полностью вся группа поддерживает переименование Астаны в названии Нурсултан. Во-первых, это наш первый президент, который вывел страну на очень большой уровень. Плюс заслуги не только перед Казахстаном, а перед всем миром. Мы видим то, что благодаря нашему Ельбасы была организована ЕС. Это опять же для экономики нашего государства. В памяти нашего государства должно быть имя, за которым мы должны были гордиться. То есть мы двумя руками за, вся команда, что Астана у нас будет носить гордое название Нурсултан. Безусловно, столица Казахстана, наша Астана, во всем мире ассоциируется как столица мира и межэтнического согласия. И все миротворческие инициативы регионального, глобального уровня исходили от имени и при непосредственном участии главы нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева. Областная ассамблея народа Казахстана Кустанайской области считает, что предание нашей Астане имени Нурсултан усилит ее миротворческий акцент. Мы считаем, что предание очень важного сакрального значения имени первого президента республики Казахстан – это дань благодарности нашего народа, нашему Ельбасы. В североказахстанской области 13 групп начали учебу по проекту Бастау. Курсы основ предпринимательства сейчас посещают около 500 жителей региона. Какие бизнес-идеи они предлагают об этом в следующем сюжете? Я не скажу, что я умела шить, но было большое желание. Оксана Яркова – молодая мама из села Якорь. В декрете она решила попробовать себя в творчестве и занялась скраббукингом. Начала делать вот такие шкатулки для малышей. Со временем стала шить детские постельные принадлежности и поняла, что на этом можно заработать. В сельском акимате ей подсказали о проекте Бастау для начинающих предпринимателей. Теперь девушка делает первые шаги к открытию собственной мастерской. Мне хотелось бы предоставить такую возможность мамам в декрете, которые умеют шить, умеют что-то делать своими руками. Я бы взяла таких мам в помощницы, так скажем, чтобы у них тоже была такая возможность реализовать себя. Собрали движок. Последние штрихи скоро будем заводить. Роман Горбачев живет по соседству с Оксаной и тоже мечтает стать бизнесменом. Сейчас он арендует небольшое помещение. Ремонтирует автомобили. Как мастер он себя уже зарекомендовал. К нему приезжают клиенты даже из города. Теперь парень хочет построить в селе большую и современную станцию техобслуживания. С юных лет с отцом ковырялся в болтах, в гайках, в железках всяких. И все. И вот так вот потихонечку переросло, что пошел учиться. Бизнес-идея у меня построить нормальный сервис в Якоре. Оксана, Роман и еще свыше 400 начинающих бизнесменов Северо-Казахстанской области сейчас познают основу предпринимательского дела на специальных бесплатных курсах. Они будут учиться 30 дней, после чего презентуют свои проекты и самые интересные из них получат безвозмездные государственные гранты. Сами составляют свой бизнес-план, сами просчитывают этот, проводят все финансовые расчеты. То есть от начала и до конца. Потом этот бизнес-проект они уже защищают на этой комиссии. По словам специалистов Палаты предпринимателей, проект Бастау дает возможность безработным и самозанятым жителям страны начать свой бизнес. Только в Северо-Казахстанской области курсы основ предпринимательства в этом году пройдут около тысячи человек. В Павлодаре презентовали новые цифровые проекты, которые успешно внедряют систему образования региона. Задача номер один – упростить все процедуры, обеспечить их прозрачность и исключить коррупционные риски. Теперь у родителей больше возможностей самим на основе реальных рейтингов выбрать, в какой детский сад или школу отдать своего ребенка, утверждают разработчики. Павлодарская область выбрана в качестве пилотной площадки для внедрения новых цифровых технологий в систему образования республики. Начать решили с детских садов и запустили специальную программу «Индиго». Родителям больше не нужно собирать кучу документов и ходить по многочисленным кабинетам, чтобы определить ребенка в дошкольные учреждения. Все через интернет. А скоро заработает программа «Сакура» для оформления детей в первой классе. Мы закрываем те вопросы, которые ранее возникали при бумажном направлении, допустим, при бумажной путевке, когда возникал человеческий фактор, что или место скрывали, или требовали какие-то дополнительные документы. Педагоги тоже подтянулись. Биолог Елена Чайковская разработала собственную учебную программу. Ее уроки теперь в том числе проходят на английском языке. Задание ребята получают в электронном формате. Так дети стали лучше понимать предмет. Плюс улучшился их разговорный английский язык, отмечают в школе. Дети сейчас очень прогрессивны, поэтому мы наравне с детьми вынуждены учиться тоже. И учимся и цифровым различным технологиям. И мы обычные учителя школ, не информатики, пишем электронные программы по своему предмету. Весь процесс обучения строится вокруг ребенка. А чтобы у педагогов был постоянный доступ к интернету и к различным образовательным базам данных, в 52 школах региона открыли современные учительские, титчер-офис. Это не просто замена вывески учительской на титчер-офис. Здесь созданы все условия, новые возможности, новые платформы, новые идеи. Помогают друг другу вступить в этот цифровой век. Всего в системе образования при РТШе внедряется порядка 10 новых цифровых программ. Как итог, нагрузка на учителей снизилась на 40%. Основные программы интегрированы с общими государственными электронными базами данных, чтобы и населению, и педагогам было проще с ними работать, не искать и не копировать лишнюю информацию и не тратить лишнюю бумагу. Из Павлодара, Слава Тимирбулатова, Марат Игликов и Алексей Мельницкий. Хабар, 24. В северо-казахстанской области спасатели и местные исполнительные органы стараются предотвратить возможные подтопления населенных пунктов. Для этого на реках и озерах начали взрывать лед. За процессом наблюдала Нургуль Ахметова. Толщина льда на озере Имантау составляет 75 сантиметров. Озеро Имантау находится у подножия одноименной горы в Айртауском районе. Весной этот водоем наполняют талые воды, которые стекают сюда со всей окрестности. Толщина льда и снежного покрова на озере Имантау еще позволяет свободно по нему ходить. Но, по словам специалистов, когда начнет таять снег, может возникнуть угроза подтопления села, которое находится буквально в 20 метрах от водоема. Именно поэтому здесь решили провести взрывные работы. Уходим на безопасное расстояние. Будем производить взрывные работы. Взрывные работы дают возможность талым водам, которые прибывают на озеро, проходить прямо под лед. Если не взрывать, то вода будет проходить поверх льда и, возможно, будет подниматься уровень воды. В Айртауском районе предпаводковые взрывные работы еще проведут на речках Карасу и Бабык-Бурлок. В целом спасатели сейчас мониторят ситуацию на всех потенциально опасных водоемах области. Будем проводить работы по реке Чаглинка во избежание ледовых заторов в озеро Шаголовлы, которое принимает объем воды. Также по Алихановскому району, это река Селита, лед достаточно активно сошел. Лед практически 3-5 сантиметров. По остальным районам будем тоже мониторить ситуацию. По словам синоптиков, погодные условия пока благоприятно влияют на паводку и обстановку в регионе. Днем снег понемногу тает, а ночью вымерзает. Но оперативно-спасательные отряды все равно работают в режиме повышенной готовности. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Хабар-24, Североказахстанская область. Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева получила международную премию в области культуры и искусства. Торжественная церемония вручения проходила в Киеве. Отмечу общенациональная программа, в рамках которой лучшим участникам присуждают титул «Человек года» в Украине проводится уже в 23-й раз. Ранее обладателями премии становились и другие известные артисты Тоте Кутуньо, Патрисия Каас и многие другие. Я просто счастлива, что мое творчество признано на Украине. Очень много моих слушателей и почитателей. Я счастлива приезжать в Киев и надеюсь еще много-много раз. Постараюсь оправдать сегодняшнее высокое звание, высокую премию. Почаще приезжать, радовать их своим творчеством, побольше общаться, дарить людям настоящее творчество, настоящую музыку. И, конечно, музыка – это главный мост между нашими странами, народами, потому что это духовная жизнь. Это все, о чем хотели вам рассказать. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале ХАБАР24. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»